Ну что, друзья, пока биткоин у нас и эфир мнутся во флете у своих локальных верхних границ, как мы можем видеть из графиков, мы видим, что альткоины к биткоину зелёные и полетели многие очень хорошо. Мы видим, что Dash к биткоину пошёл просто параболически, как мы и ожидали. Но это на 30-минутном таймфрейме. А если мы отдалимся на недельный, то мы увидим, что здесь ещё даже ростом-то и не пахло. Вот, Dash к биткоину на недельном таймфрейме, смотрите, 3 года падал и до сих пор пока ещё даже сетка SuperGoopy не развернулась. Да, кстати, хорошая альтернатива сетке EMA Ribbon – это сетка SuperGoopy, она называется вот так. Вот, это, короче, сетка из двух сеток состоящая. То есть, посмотрите, у EMA Ribbon одна сетка скользящих, а здесь две сетки скользящих с разным временным интервалом. И когда одна пересекает другую, сначала мы видим серое пересечение, и только потом подтверждение конкретной смены тренда. Как вот здесь, вы видите, в красную она пересеклась 3 года назад. И сейчас будем смотреть, как Dash BTC закрепится выше, и сетка, двойная сетка SuperGoopy развернётся в зелёную. Ну, цели я вот тут нарисовал примерные. Dash BTC, кто хочет торговать, милости просим на Binance. По нашей ссылке из описания, дополнительные плюшки в виде кэшбэков, аирдропов и всякого такого по ней будут. Так что, регайте новые аккаунты. Вёдра по Dashу, ну, примерно вот такие. Спекулятивно можно разгрузиться где-то на уровнях до 800 тысяч сатоши. Небольшую часть позиции, допустим, четверть позиции. Ещё четверть позиции можно разгружаться по миллиону, по два сатоши. И остальное оставлять на случай глобального туза муна. Вот, Dash QSDT тоже можно торговать на Binance, на фьючах. Отлично, с плечом, ну, до X10 на свой страх и риск. И на Dash BTC также мы видим, что у нас здесь формируется двойное дно на RSI, на недельном RSI. Мы можем ждать очень хороший отскок по RSI. И, соответственно, очень хороший рост в цене Dash BTC. И сейчас, буквально через 10 секунд, мы посмотрим Dash USDT. И я покажу свои цели. И кто до сих пор по какой-то причине не подписан на нашу телегу, срочно это сделайте. Потому что я здесь выкладываю эти сигналы раньше, чем видосы. Вот, я сделал сегодня пост с целями по Dash USDT и Dash BTC. Ну, давайте сейчас скажу от себя. Вот, глобальное пробитие нисходящего сопротивления Dash USDT. Опять же, трёхлетнего нисходящего сопротивления. И сейчас мы закрепляемся над ним. То есть, в теории ещё, конечно, возможен откатик небольшой. Но ждать нижних цен сейчас опасно. Поэтому, смотрите, цели ближайшие. Вот, я говорю, ну, 300, понятно, консервативно. 500, 600, 1200, 2500. И полетели переписывать all-time high. И плюс, опять же, сетка супер-гупи здесь. Посмотрите, как она здесь красива. Только-только разворачивается в лонг. То есть, вот она сейчас серая. И когда она подтвердит, нижняя сетка станет выше верхней. Вот тогда мы увидим зелёную сетку. Это будет супер-подтверждение глобальной смены тренда. Впервые за несколько лет. Так что смотрим за этим внимательно, наблюдаем. К биткоину всё начало расти, как я и говорил. То есть, сейчас даже если мы будем к доллару падать, то к биткоину наши альты, по идее, продолжат стрелять. А также, ребята, фундаментальные новости по Dash. Они делают просто революцию в своём новом обновлении. Для нереального удобства пользователей. Об этом сейчас нам расскажет Аманда. Давайте послушаем её. В криптовалютах всё ещё существует проблема сложных криптографических адресов. Но у нас есть и решение этой проблемы. Мы позаимствовали его из уже известного нам протокола DNS – сервис именных доменов. Обновление платформы Dash содержит две новые уже рабочие опции. Первая – это социализированный кошелёк DashPay. Вторая – специальный сервис DPNS – сервис имён Dash-адресов. Итак, после этого обновления давайте взглянем, как это будет работать. Первое – новый пользователь после регистрации кошелька будет получать аккаунт на блокчейне. И этот аккаунт называется «Идентичность». После прохождения этой процедуры пользователь сможет синхронизировать свои контакты с адресами в блокчейне и просто использовать удобное запоминающееся имя, типа как в соцсетях, вместо сложных криптографических адресов. Так что если Боб хочет заплатить Алисе за ланч, он просто пишет имя Алисы и DPNS сам находит адресы её кошелька, чтобы отправить ей Dash. Эта система будет сама подставлять нужные, даже новые адреса каждый раз, когда Боб хочет послать монету Алисе. И это всё происходит в автоматическом режиме. Пользователям не надо думать о криптографии и запоминать сложные адреса. И также для безопасности юзернеймы публично не связаны с кошельками в блокчейне, чтобы сохранять максимальную конфиденциальность только в вашей адресной книге. Так что следите за обновлением, в следующем видео мы расскажем более подробно про новую экосистему Dash и как все эти облачные сервисы работают на протоколе в платформе Dash. Насчёт MyDashWalletBot. Кто спрашивал, у нас в чате работает MyDashWalletBot. Как им пользоваться? Показываю. В закреплённом комментарии в чате вы находите MyDashWalletBot, добавляете его в друзья, нажимаете старт. И очень важно, чтобы у вас был юзернейм в Телеграме. Если у вас нет собакой юзернейма, бот с вами не сможет взаимодействовать. Короче, всё, вы добавляете бота, вот так он выглядит. Он автоматически создаёт вам Dash-кошелёк, и дальше вы пишете ему в личку команды. В личку, ребята, очень важно, не в общий чат. Команда Deposit, он вам покажет ваш Dash-адрес. Вот, просто его копируете или смотрите QR-код и на него отправляете Dash. Откуда там, с Binance или с FastChange, где вы покупаете. Да, лучший обменник для покупки и вывода на территории СНГ, BetelWay FastChange. Переходите тоже по ссылке, записании или закрепы. Там вы можете купить Dash и другие альткоины по хорошему курсу. И дальше, вот, он даёт вам ваш депозит-адрес, вы можете пополнять счёт. Также вы можете выводить с него, используя команду Withdrawal. Но обязательно смотрите, чтобы вы выводили на свой адрес. Вы пишете Withdrawal, сколько миллидаж. Один миллидаж, это 001 Dash. Это я просто вам сейчас написал, чтобы вы знали, сколько это. Но в команде это писать не нужно. В команде вы пишите, сколько миллидаж. Допустим, 10 миллидаж вы хотите вывести, это 001 Dash. И пишите свой кошелёк, он начинается на X, там и погнали. Я не знаю, какой у вас кошелёк. Просто через пробел Withdrawal, сколько и на какой кошелёк. И всё, бот вам выводит. Также вы можете типать другим аккаунтом, другим участникам по их никнейму. Вот так вот пишите команду и отправляете ему на его MyDashWalletBot. 50 миллидаж. Короче, это очень удобная, нереально удобная фича. Это, по сути, встроенный кошелёк Даша в телеге. Комиссии меньше цента. Прилетает за одну секунду. Так что вот. И также вы можете раздавать Dash в чате, если срубили, например, неплохие профиты. Вводите команду Rain или Snow. И потом пишите, сколько и какому количеству участников. То есть вот сейчас мы раздадим 50 миллидаж 100 участникам чата. Ну и вот так вот делитесь. И будет вам плюсики к карме и профит в ленту. Так что не забывайте тоже делиться, когда срубили профита. Чтоб другие тоже научились пользоваться Dash и продвигали его масса adoption. Вот. Так что по Дашу всё хорошо. Держим. Альтсезон, ребята. Да, вот что я хочу сказать. Держим. Ну и также не сдаёмся. Держим. Профиты офигенные. Ну и что у нас по новостям. Илон Маск приобрёл Dogecoin для сына. Замечательно. DeFi проект OneInch провёл дополнительный airdrop токенов управления в Uniswap. Но я не знаю, мне почему-то не прилетели. Напишите в комментарии, если вам прилетели OneInchi бесплатные. Возможно, нужно было держать просто Uni на Uniswap. Не знаю. У меня там эфир лежит. Чуть-чуть Uni нету. Может быть, поэтому не прилетел. Новоградс предсказывает одобрение ETF комиссии по ценным бумагам США. Ну, короче, новости хорошие. Насим Талеб вот только говорит, что биткоин не состоялся как платёжное средство. Но я с ним, кстати, полностью согласен. Платёжное средство он не состоялся, но как средство сбережения вполне себе состоялся. Кто не читал его книги «Чёрный лебедь» и остальные, обязательно срочно это сделайте. «Одураченные случайностью» тоже очень хорошая книга Насима Талеба. Вот, Deutsche Bank запустит кастодиальный сервис для криптовалют. Это же прекрасно. Но опять же, не ваши ключи, не ваши приватные ключи, не ваши крипта. Так что сохраните лучше на холодных кошельках. И не надо складывать в банки свои криптовалюты. Это уж точно. Ну и что ещё скажешь? Сегодня такой вот выпуск опять по Даше. В основном получился. Но в лице Даши я говорю с вами про все альткоины. И если мы взглянем на доминацию, то она пробила критический уровень 62% и устремляется вниз. Так что ждите, что Даш вернётся куда-то обратно в 20-ку или даже в 10-ку топ-10 криптовалют. Скорее всего. Потому что если он стрельнет на 500-600 сейчас, его капитализация увеличится ещё в 3 раза. Но я думаю, это будет, короче, ребята. Есть у меня такая чуйка. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Вы сами всё знаете, соблюдайте риск-менеджмент. Не забудьте про новую ссылку на Binance и записание, чтобы получать дополнительные плюшки по ней. Также там, скорее всего, будет торговый конкурс Dash BTC и Dash USDT специально для нашего комьюнити. Ну, а у меня на сегодня всё. А, ну как всё? Я же хотел сказать про доминацию. Да, вот доминация. Доминация, ну что, всё, вот она пошла. Вот что я хотел сказать. Пошла, но смотрим, потому что она вот так будет ходить. И вот в моменты, когда она будет отскакивать, нам будут альты рисовать больно. Немножко к биткоину красные. То есть, не факт, что она прям до туда дойдёт, потом может развернётся. Ну, короче, на всём вот этом пути, смотрите, вам будет рисовать сегодня плюс 100%, завтра минус 50%. Так что будьте готовы к этому. Сидите, держите. Если вы консервативный трейдер и более спекулятивный, быстрый, то выходите частями уже сейчас, вот здесь, вот здесь. И, ну, оставьте всё время, чуть-чуть оставляйте в позиции. Не выходите на всю котлету. А то вы здесь зафиксите прибыль, и оно дальше улетит. Вы понимаете, да, что это доминация битка вниз, это значит альтсезон наверх. То есть, мы смотрим с вами график доминации биткоина. То есть, если её развернуть, то вот, альтсезон наверх вот так будет выглядеть. Выходите уровнями, по чуть-чуть выходите и всё. И смотрите, какая тема ещё. По поводу других альткоинов, я хочу отметить сейчас биткоин кэш и эфир классик, поскольку, посмотрите, биткоин кэш всё ещё находится в дикой перепроданности к биткоину. Но к доллару вот он уже пошёл, и вроде как сейчас пробивает это сопротивление в 560 долларов. И пойдёт ещё выше наверняка гораздо, куда-то на 1000 или на 2 даже, или на 3. И к биткоину, вот, биткоин кэш, посмотрите, какой сильно перепроданный RSI на недельках. То есть, тут как минимум отскок намечается, и хороший, соответственно, отскок в цене. А как максимум перелом тренда трёхлетнего, опять же, нисходящего. То же самое эфир классик к доллару, мы видим, что он уже попёр. И к биткоину мы видим тоже здесь, смотрите, какое W на эфир классике на RSI на недельном. То есть, то же самое, минимум отскок сильный, и к биткоину, соответственно, очень хорошие иксы, независимо от того, пойдёт биткоин сейчас вниз или вверх к доллару. Именно альты к биткоину. И эфир классик к эфиру мы видим тоже, что, смотрите, какое сильное накопление. перепроданность то есть сейчас грубо говоря эфир поменять в эфир classic очень хорошая ставка на средний срок вот это же самое кстати касается и dash эфир если вы посмотрите график дашек эфиру то же самое да был юнор сая как я говорил и отскок очень хороший в цене к эфиру то есть эфир менять на дашь тоже офигенно ну а про bitcoin кэш и про эфир classic мы поговорим с вами в следующем выпуске более подробно про хардфорки с технической с фундаментальной точки зрения почему я считаю что все у них будет хорошо так что подписывайтесь на канал если вы еще не чтобы не пропустить и ставьте колокольчик чтобы получить уведомление ну а у меня на сегодня все до встречи в следующих выпусках спасибо что смотрите с вами был флала грин и джой от канал крипты коммант с подписки лайки стопы тейки увидимся скоро всем профита пока